Вот в этой речи сформулирована вся суть Запада была. Он говорит, что мы победили, потому что при всей крутизне Персии, он говорит, гениальном стратегическом уме, и вообще Персии играют на уровне, который нам недоступен, он говорит. У них есть один большой недостаток, он говорит, с нашей точки зрения. Вся эта огромная разнообразная машина работает на реализацию воли одного человека. А один человек может ошибаться. Более того, он, как правило, ошибается. Он не может не ошибаться, каким бы он гением не был, потому что это один человек. А у нас, говорит, все немного иначе. Он говорит, прямо сейчас, вот тут рядом со мной находится проперсидская партия в Афинах. Афины воюют с Персией, а тут есть проперсидская партия. И мы свои решения принимаем коллективно в тяжелых схватках, переводя на современный язык, в системе искусственных конфликтов, специально создаваемых для того, чтобы невозможно было впадать в заблуждение. Потому что взятие самого маленького барьера, вплоть до того, мастим ли мы новую дорогу на рынок, где-нибудь, в которой прежнюю размыло, и теперь там вода, все должны ходить через лужу. Это схватка чего? Мнений, схватка позиций, это аргументация, это логос, это надо уметь там подобрать аргументы, поразить красноречием. Причем среди людей, которые с детства тренируются делать тому же. Это хорошо, когда ты урожденный оратор или специально учился, а никто этого не делал. А они же все тренированы. Это культура целая была. А, говорит, и вопрос, как воевать с Персией, это тоже решается точно так же в дебатах, схватках и так далее. Поэтому, говорит, мы в конкретном моменте можем лажануть, потому что даже коллективное мнение лажает. Но в целом эта цивилизационная стратегия, опять же, перевожу на современный язык, гораздо более выгодная, потому что она сохраняет нас, культура искусственно созданных общественных конфликтов, которых каждый должен доказывать свою правоту в схватке с такими же сильными игроками. Она способствует вырабатыванию чего? В целом, куда более высокого качества решений, организаций, технологий, стратегической мысли, науки и так далее. И вот, говорит, а что такое марафонская битва? Это греки 430 до нашей эры, греки только из Архаики начали вылазить. Это же не та классическая Греция, которую мы узнали времен Платона. Она наступит только через 100 лет еще. Это Греция. А это такое едва-едва из Архаики. Это было абсолютно чудо, неописуемо. Он говорит, так вот поэтому мы победили. И Запад, побеждая вечная сила Запада, она заключается ровно в этом. Они действуют медленнее, чем действуют деспотии, сатрапии, которым годовины могут отдать приказ, сконцентрировать ресурсы. Они действуют, они заносят хвосты каким-то непонятным фигурам, которые мы кричим «Ату!» «Понятно, что он мудак, его надо куда-то деть» и так далее. Там, да, с ним нельзя иметь дело. Неужели непонятно, спрашиваем мы, заклеймить и выбросить? Они позволяют им говорить, позволяют быть, позволяют высказывать мнение, позволяют голосовать против. Но мы видим, как в течение одного года, меньше чем год, эта стратегия дала превосходящий эффект. Вот мы имеем столкновение сатрапией. Один человек во главе России, принимающий одиночное решение, вопреки мнению собственных военных, которым говорят «нельзя так, и это не сработает». И коллективный Запад, на котором принято смеяться, что он такой медленный, долго раскачивается и так далее. Но когда первые F-16 влупят по российским позициям, то как это… Я думаю, что вечная сила Запада, она будет понятна всем абсолютно. Просто понятна и нагляднее некуда.